Привет, Арифлейм! Привет, продвижение! Ну, ага, отлично. Как слышно, как видно, давайте проверим с вами связь. Давайте по пятибалльной шкале оценим качество звука. Как видно, как слышно меня. На пятерочку. Ну, все, отлично, я очень рад. Так, сейчас я тут все подгружаю. Ну, все, давайте начнем. Друзья, ну, хочу сказать, мы вернулись. Здесь вчера сел, приземлился наш самолет Абудаби-Новосибирск. Наша дружная команда путешественников, счастливая, уставшая, вышла из самолета. И вот, буквально, вы знаете, не прошло, я так сказать, одного дня, и мы уже с вами. Ребят, мы уже с вами, мы хотим вам рассказать об этом удивительном событии. Мы хотим с вами поделиться вот этими эмоциями. И, наверное, не только эмоциями, все-таки важной и правильной информацией. Поэтому, давайте начнем. И сегодня мы с вами разговариваем о бриллиантовой конференции Reflame, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эмирате Абудаби, которая является столицей ОАЭ. И откуда, собственно, вчера мы и вернулись. Вы знаете, начало конференции, начало конференции, это всегда очень интересно, это всегда очень, как бы, в новинку, да, когда ты не знаешь еще, где ты будешь жить. В конце конференции ты уже уезжаешь, ты уже все узнал, ты уже все увидел. А, в самом начале, конечно же, это очень яркие, очень новые ощущения, когда ты прилетаешь в новую страну. И я хочу вам сказать, что с Reflame мы путешествуем с 2004 года. С Reflame мы... Так, давайте-ка, знаете, как мы сделаем? Вот так вот сделаем. Как я понял, в начале звук хороший, и, друзья, у кого звук плохой, вы, пожалуйста, посмотрите за своими девайсами, перезайдите, другой браузер, другой ноутбук, и все будет нормально. Друзья, и в самом начале, вот этот вот первый день, он, конечно же, очень интересный. И как только мы вышли всей нашей командой бриллиантовой из аэропорта, нас компания Reflame привезла вот в такой вот замечательный отель, который вы видите на верхнем левом фото. Отель называется Redison Blue. И, как, наверное, все в Абу-Даби, он предоставляет сервис высшего уровня. Вот, хочу вам сказать в самом начале, за какие такие заслуги мы попали вот в этот отель, вот на эту конференцию и в эту страну. Вы знаете, компания Reflame оценивает нашу деятельность не только деньгами, но еще и чем-то нематериальным. Ну, хотя, в принципе, эту поездку тоже можно оценить деньгами, потому что она довольно дорого обходится для компании. Но, тем не менее, это могла бы она не делать. То есть, Reflame, в принципе, мог бы нас вот на эти конференции не отправлять. Но вот такой вот он европейский склад ума у руководителей компании Reflame. Поэтому нам, во-первых, и так-то деньги неплохие платят. Да, вот до этого была презентация, да, когда спрашивали, ну, сколько ты заработала, да? Знаете, здесь нужно, во-первых, не на сумму смотреть, а на тенденцию. Да, ну, давайте начнем с того, что сотни человек из нашей команды, сотни там топовых лидеров, могут и суммой задавить, так сказать. Да? Но я бы даже не хотел говорить те деньги, которые нам компания сейчас платит. Я бы хотел сказать о другом. Ведь очень важно эта тенденция. Ну, зарабатываете вы на работе 50, и че? Как меняется эта зарплата? Как она увеличивается с годами? Да никак. А посмотрите, что происходит в экономике. Посмотрите, какая дичайшая инфляция. Какое увеличение цен. Совершенно непропорциональная индексации там зарплаты пенсии. Ваши 50 тысяч через 10 лет превратятся в 5. Поэтому здесь, наверное, главное не сумма, не вот эта статичная сумма. Здесь самое главное это тенденция, что с вашим доходом происходит в этом году, в следующем, и что будет через 5 лет. Поэтому я хочу сказать, что если вы пришли в Арифлэйм, имея доход от Арифлэйм 0, и сделали его за год, ну, хотя бы там 15-20 тысяч, это отлично. Это отлично. Делайте это каждый год, такую динамику, да, удвоение, утроение. И через 5 лет вы будете зарабатывать 200-300 тысяч. Ребят, тенденция очень важная. Как изменяется ваша зарплата. И можете ли вы повлиять на ее изменения. Потому что вот здесь, вот, вот, простите, я забыл имя. Девушка, которая проводила презентацию до меня, она сказала хорошую вещь такую. Она сказала, вот сколько я работала, столько и получила. Значит, мало работала. Понимаете, здесь каждый из вас может повлиять на свой доход. А на работе? Вот пришли вы на работу, устроились, вам платят 20 тысяч рублей. Вы поняли, что вам мало. Через неделю приходите к начальнику и говорите, товарищ директор, что мне сделать, чтобы зарабатывать 200? Что он вам скажет? Да к психиатру, наверное, отправят провериться. Потому что у вас есть зарплата назначенная. И просьба не рыпаться. Здесь я вам скажу, что вам сделать, чтобы зарабатывать 200. Все прописано. Понимаете? Поэтому очень четко и по поводу поездки я могу вам сказать. Сделайте 2 22% группы в первом уровне. То есть пригласите 2 своих знакомых и помогите им стать здесь директором. И вы получаете приглашение на золотую конференцию. Такая же замечательная поездка, но которая проводится лето. Сделайте 6 22% групп в первом уровне. Это всего лишь 6 человек ваших знакомых, которые хотят зарабатывать и которые станут здесь директорами. И получите вот такую вот поездку в январе от компании «Рифлей». Вот это был наш дом на неделю. Вот такой, знаете, завтрак. Я уже привык, если честно. Сегодня утром проснулся, захожу в столовую домой. Клубники, маракуи, авокадо нету. И что-то как-то мне даже расстроилось. Выглянул на улицу, бассейна с пальмами нету почему-то. А все почему-то снегом засыпано. Вот такой у нас был дом на неделю. Отличный отель. Огромные номера. Вы знаете, у нас сегодня не так много времени, потому что я не один выступаю. Я тороплюсь. Поэтому я все фотографии вставлять не стал с нашим номером, с нашей обстановкой. Мы обязательно в ближайшее время сейчас как-то восстановим боеспособность. Мы где-нибудь в соцсетях выложим эти все странички. Поэтому следите за новостями. Вы знаете, страна, страна Объединенной Арабской Эмираты у меня характеризуется с одним только словом. И это слово «деньги». То есть просто везде, ребят, простите за выражение, везде бабло. Вот куда ни глянь, везде видны, вложены огромные деньги. И, конечно же, это тоже интересно. Это тоже интересное путешествие, потому что, как я сказал, мы с Арифлейм путешествуем с 2004 года. Все поездки оплачивает компания Арифлейм. Если здесь есть, обычно же, знаете, у нас все люди, они такие, как бы, типа, очень подозрительные и типа такие очень прошаренные во всех вопросах. Как вот девушка писала до этого, во время презентации. Вы ребенка подсадили, чтобы он плакал и чтобы мамочки видели, что здесь можно бизнес делать с ребенком. Да, ну что ж, ну бывают такие вот особо подозрительные личности, которым везде кажется подвох, которые везде видят, как что вот сейчас их обманут, что вот эти фотографии с Феррари это фотошоп, что я вообще не настоящий, голос компьютерный. Да, ну то есть, ну нормально. Я такой же был. Я на этих людей, вы знаете, никогда не обижаюсь, потому что я такой же был. Когда я первый раз пришел услышать про Арифлейм, я ничего не знал, абсолютной информации, кроме вот этого страшного слова сетевой маркетинг. Все. И причем я не знал, что там страшного в этом сетевом маркетинге. То есть, вот представляете вы там какого-нибудь лешего, да, или бабуежку, вы слышали просто страшное слово, но не знаете, почему этот леший и страшный должен быть, и что он с вами сделает. Вот точно так же у меня было, да, я тоже очень подозрительный пришел в этот бизнес. И меня супруга уговорила просто, вот не знаю, где она слова нашла, чтобы я согласился, но вот это страшное слово сетевой маркетинг. А что же там со мной сделают? А что же сделают с нашими деньгами, с нашими квартирами и машинами? Ой, стоп, бля, мы же нищие пришли. Какие квартиры и машины? Народ, вы за что переживаете? За целостность своих оков? За то, что у вас что-то отберут? А у вас что, есть что отобрать, что ли? Вы сначала заработайте, чтобы было что отобрать. Так вот, для особо подозрительных скажу, что все поездки от компании Арифлейм оплачены на 100%. И золотые, и бриллиантовые. Компания Арифлейм за свой счет приглашает нас на эту конференцию. Организует перелет из Москвы, организует расселение, развоз, питание, вечеринки, голоужины. Ну, то есть, все полностью, вплоть до нашего прилета в Россию и выхода с трапа самолета, все полностью оплачивает компания Арифлейм. Как было и в этот раз, да, когда мы прилетели в Абудабе. Так вот, что я хотел сказать. Когда мы путешествуем по Европе, ребят, это тоже интересно. Когда вот ты стоишь и смотришь на этот камень, которому 2000 лет, его какой-нибудь там август 8 построил, там потом война была. Это тоже прикольно. Но вот побывать в такой стране, как Абудабе, совсем другой колорит. Когда все новое, когда все свежее, все, знаете, все завалено деньгами. И вот эта вот мечеть огромная, которую вы видите на заднем плане. Вы знаете, я просто смотрел на нее и просто офигевал, сколько денег было вложено. А это просто шейх, который сделал во славу себя и Аллаха, да, сделал вот эту мечеть. Конечно же, башню сносит просто. Все в мраморе, все в золоте, все в драгоценных камнях. Выходишь на улицу, тебя просто вот, как вот вы сидите в автобусе где-нибудь или в маршрутке, в окошко смотрите, вас Лада Калина обгоняет или там Приора. Вот в таком количестве в Абудабе люксовые автомобили. То есть там Лексусы, Феррари, Мазерати, Лотусы, Доджи, американцы, европейцы, там, японцы. То есть просто, просто, конечно, для меня, вот для меня, как для водителя, как для мужчины, да, это было колоссально интересно посмотреть вот эти все автомобили, увидеть их вживую. И, конечно, не скрою услышать их звук, да, их двигателя, как они стартуют, как они едут. Это просто, просто сказка. Поэтому огромное количество денег видно сразу. Ну и, естественно, естественно, если вы хотите воспользоваться всеми кайфами этого места, то вам тоже нужно, как ни странно, ребят, иметь огромное количество денег с собой в карманах для того, чтобы хорошо и качественно отдохнуть в этом Эмирате. Да, потому что, вот вы видите на фотографиях на верхних Феррари, двухместная, там, всю половину заднего машины занимает двигатель. Она стояла возле отеля, возле нашего, где мы жили. Мы подошли и спросили, что за Феррари, и консьерж сказал, а вы можете взять такой же в аренду и покататься. Вы знаете, я стоял рядом с ней, у меня аж мурашки по спине пошли. То есть, ну, я правда хочу вот просто вот когда-нибудь на такой прокатиться, приехать, взять ее, приехать, наверное, без Арифлейм придется, потому что, если уж ты ее берешь, то уж надо ее откатывать, да. А у нас же каждый день какие-то мероприятия были, то гала, ужин, то еще что-то. Вот, и мы говорим, да вы что, а сколько же это стоит? Он говорит, да, всего ничего, две с половиной тысячи долларов, две с половиной тысячи долларов в сутки. То есть, у нас доллар по 85 умножаем на две с половиной тысячи, и мы с вами получаем всего лишь 200, ну, примерно 220 тысяч рублей за сутки владения этим авто. Да, доехать от гостиницы до ресторана, покататься по трассе и отдать за это 220 тысяч. Ну, что, это тоже цель, да, может быть, эта цель кого-то замотивирует стать здесь исполнительным директором, и он будет гораздо больше зарабатывать, чем 220. Вот, ну, собственно, вы поняли, что при поездке в Абудаве вам нужны деньги. Ну, и, конечно же, вот этот вот кайф, который мне, наверное, нравится больше всего. Это традиционные январские купания. Традиционно, в день крещения, мы, как и вся Россия, которая заныривает в ледяные купели, мы тоже, как самые настоящие православные, запрыгиваем. Ну, уж куда придется. Простите, в прошлом году пришлось в бассейн в Сингапуре в январе купаться под открытым небом. В этом году вот пришлось в Персидском заливе омовение совершать. Вот, друзья мои, хочу сказать, что зиму мы в который раз обманули. Когда мы на неделю улетаем в теплую страну, когда мы купаемся в январе, когда мы там загораем и в теплой стране проводим вот эту неделю, ты возвращаешься, тебе уже зима не так, если честно, надоело. Потому что я вот посмотрел в окно, что-то захотелось, думал, что ли на коньках пойти покататься или на лыжах. Да, то есть уже немножко соскучились по России, по нашему зимнему пейзажу. Вот, поэтому отдыхать в январе, друзья, это клево. Это полезно для здоровья, для физического и для психического, поверьте мне, пожалуйста. Ну и вот, команда продвижения, как всегда, оставила след на песке, на пляже. Да, вот видите, написано Арифлейм, продвижение. Сверху на фотографии вы видите, как мы это все рисуем старательно, всей командой. А спонсор, вот наш Крафт Роман, проводит какую-то интернет-работу прямо с пляжа, с телефона и селфи-палкой. То есть продвижение теперь и в Абу-Даби засветилось. Ну и давайте продолжим о более серьезных... А, нет, еще не о совсем серьезных. Ребят, ну и это мои личные ощущения. Я хотел бы о них рассказать. Возможно, для мужской половины. Здешняя аудитория. Давайте вообще проверим, есть у нас здесь мужики. Я чат разблокировал. Мужская половина, поставьте плюсик. Вы вообще здесь есть? Или у нас тут дамы преобладают? Ага, ого. Вот тебе... Вот тебе и Арифлейм, не мужской бизнес. Круто. Спасибо, ребят. Спасибо за плюсики. И хотел бы сказать вам о своих личных впечатлениях. Ребят, вы знаете, я вообще, если честно, ну не сильный поклонник, но очень часто бывало, что я посматривал Гран-при Формулы-1. То есть когда был Шумахер, сейчас у нас там наши появились, русские водители, да, сейчас Петров ушел, Квят остался. Вот. И мне всегда, вот, у меня супруга мимо проходит, Ирина говорит, слушай, ну что, вот ты бы хотел съездить? Я говорю, слушай, да, я бы хотел на Формулу-1 съездить. Она говорит, ну и зачем, вот, что там интересного? И я правда сижу и думаю, слушайте, а что вот, ну, что там я могу интересно увидеть? Ведь ты сидишь на одном месте, ведь ты же не едешь в машине, да, вместе с гонщиком. Ты сидишь на одном месте, и тут мимо тебя, примерно за долю секунды, пролетает вот эта вот гоночная, да, вот этот болид там, со звуками, да, пролетает это все, и ты эту долю секунды его видел и больше не видишь. В принципе, логично, да, но вот когда мы попали на трассу Формулы-1, это трасса Формулы-1, настоящая, Гран-при Абу-Даби, но в этот момент на трассе была какая-то другая формула, то ли формула Порше, то ли вот, непонятно, потому что мы вот фотографии увеличивали, и вот этот автомобиль справа это Порше, а вот автомобиль слева, желтый, это Феррари. Вот, конечно, ребят, да, они быстро мимо тебя пролетают, честно вам скажу, но вы знаете, вот этот звук, вот этот звук их двигателей, вот это ускорение их, которое просто в грудную клетку нижними частотами долбит, ну, вот у меня сейчас одни эмоции, если честно, но, ребят, честно скажу, я кайфанул. Мы туда зашли в момент семинара, у нас прямо рядом с семинаром была вот эта гонка, я, видите, одет по-семинарски, и просто я понимаю, что уже надо возвращаться обратно, что уже начался как 5 минут семинар, а еще минут 5 идти, то есть уже на 10 минут опоздали, но я оттуда не мог уйти, просто вот мы ждали, когда еще раз хотя бы мимо нас кто-нибудь пронесется, вот с этим звуком, с диким ревом, какие-то щелчки, толчки в момент переключения скоростей, ой, вообще просто, просто круто. Поэтому, ребят, ну, в жизни, в жизни на самом деле очень много удовольствий, кроме того, что, да, я понимаю, я понимаю, многие могут сказать, да ладно, я вот шашлыков нажарил, водки купил, у меня на даче красиво, да, или да ладно, я вот детей взял, с детьми погулял, ты что, детей, что ли, не любишь? Ребят, я все согласен, я тоже люблю с друзьями на даче пожарить шашлыки, я тоже люблю с детьми погулять, но я хочу сказать, что еще много чего интересного есть в этой жизни, и вот это много чего без денег, ну, никак не получится. Ну, нет, не в деньгах счастье, конечно, есть богатые люди, и они совершенно несчастливы. Ну, вот, допустим, давайте простой пример. Ну, вот, ну, допустим, здесь есть мужик-фанат Формулы-1, вот, среди этого чата, ну, к примеру, и просто он говорит, я очень хочу съездить. Ребят, как это сделать без денег? Как добраться до Абу-Даби? Или что? А, у нас же есть теперь Сочи, российская формула. А вы думаете, в Сочи дешевле? Ха-ха, как говорится. У нас вот есть Горный Алтай, который от нас, ну, 200 километров. На машине три часа ехать. Так вот, в Горный Алтай съездить дороже, чем в Турцию. Понимаете? Поэтому везде, везде нужны деньги. Чтобы вот это вот, ну, вот, кто-то пишет, да, 16 тысяч рублей билет стоил на Сочи. А еще, вот, допустим, из Сибири до Сочи билет на самолет нужен. Да, это еще 30 тысяч рублей. А еще нужно расселиться в отеле. Это еще 20 тысяч рублей. А еще нужно что-то кушать и перевезти сувениры. Это еще 10 тысяч рублей. Вот у нас 70 и получилось. А может быть и 90, а может быть и 100. Понимаете? Да, это хорошо. Везде можно найти развлечение. Но в мире есть очень много интересного. Давайте продолжим. Друзья, и следующий момент, который я хотел бы сказать. Елки-палки. Вот все, все никак, простите меня за выражение, от бабла не получается отойти. Уж какой слайд не беру о нашей конференции, то все, он почему-то связан с деньгами. И следующий слайд, это наш гала-ожин. Друзья, компания Reflame выкупила для нас на один вечер, да, часть вот этого, весь-то, конечно, нам без надобности, там много тысяч человек, да, но часть вот этого отеля, который называется Emirat Palace. Ребят, вот сейчас просто вбейте в гугле или в Яндекс-картинках Emirat Palace, да, и так сильно не отвлекайтесь от меня, но все равно почитайте про него. Ребят, второй по стоимости постройки отель в мире. Три миллиарда, не миллиона. Ребят, знаете же, что такое миллиард, да, это как бы очень много. Так вот, три миллиарда долларов было потрачено на его постройку. Я вот, пока вы знаете, пока мы туда не попали, я не мог понять, куда можно потратить три миллиарда. Ну вот вы представляете три миллиарда, да, я вот не представляю, но это огромная сумма. Это просто, ну это просто что-то неимоверное. А потом, когда я зашел туда, я понял, куда их можно потратить. Когда мы идем по холлу этого отеля, а внутри отеля растут пальмы. Когда мы идем и смотрим на пол, и видим мрамор, который инкрустирован золотом, драгоценными камнями, а мы по нему ногами идем. Когда я захожу в туалет, я не знаю, как вот про это рассказывать, все-таки у нас публичное мероприятие, и запись идет. Даже не знаю, как корректно вам это рассказать, но знаете как, когда ты ходишь в туалет на золотой унитаз, ты себя чувствуешь совсем другим человеком. Давайте вот так скажу. Когда я зашел в туалет, я просто офигел. Ну, просто, просто вот, я не понял немного, да, но если вот, допустим, кольцо золотое, это круто, да, его все видят, да, допустим. Там очень много потолков золотых в этом отеле, то есть, ну, практически все. Просто из листового золота, стены, потолки, панно. Но когда я зашел в туалет, и увидел там вот эти все золотые ободки на унитазах, на кранах, на ручках, простите меня, на закрывающихся частях унитаза золотом, инкрустации, конечно же, это было очень удивительно. Вот, вот такой вот отель, где мы праздновали новые уровни за этот год. Ну, ребят, вы знаете, я уверен, в следующем году, кто вот сейчас будет делать новые уровни, в следующем году будут поздравлять еще в более крутом и интересном месте. Компания удивляет нас всегда, ну, просто каждый день. И вот это вот чашечка кофе, которую мы выпили на нижнем слайде, чашечку кофе. Видите, ребят? Наверное, все вы видите эту чашечку кофе, на котором картинка вот этого силуэта дворцов. Как вы думаете, что насыпано вот это такое вот, такого цвета желтенького? Как вы думаете, чем посыпано это кофе? И с чем мы его пили? Ребят, ну, конечно же, да. Конечно же, это золото. Это было, конечно, да, это съедобное золото. Это было, конечно, еще одним шоком. Да? Когда тебе дают чашечку кофе с золотом. Не знаю, вы можете посчитать нас глупыми людьми, можете сказать, что, да, ну, лучше бы что-нибудь куда-нибудь другое место потратили. Но это было очень интересное ощущение. Поэтому вы можете, знаете как, чтобы спорить с нами, вы можете сначала сделать это и потом поговорим. Сначала быть в Абудабе, выпить эту чашку золотого кофе. Вот такие, вот такие интересные ощущения. И, конечно же, наше выступление и номинация на награду Томилы. Да, я хотел бы рассказать вам про этот день. Давайте мы так вот сделаем. тема такая на самом деле очень серьезная. И для нас это было очень, очень почетно и очень волнительно. И, знаете, с одной стороны гордость распирала, с другой стороны волновались мы. Нас пригласили выступить на бизнес-мастер-классах от всего СНГ. Да, то есть, когда компания выбирала какого-то человека, они смотрели всех лидеров Арифлейм от всего СНГ. Да, поэтому, конечно же, это наложило на нас определенные обязательства, то есть, нужно было готовиться. Один день мы полностью посвятили подготовке, хотя могли бы, в принципе, ходить там по шопинг-моллам в Абудабе, да, дома мы очень четко и активно планировали выступления. Вот, потому что мы хотели дать людям что-то полезное. Не просто выйти и прозвездить и сказать, да, вот мы какие, нас вот выбрали выступать от России, значит, мы крутые, а вы здесь никто, нет, не в этом плане, а именно хотели что-то полезное людям дать. И, вы знаете, я вот еще не успел разобраться с записями, Алена Родионова снимала нас, да, и поэтому, я уверен, где-то запись это есть, мы ее найдем, можно будет посмотреть. Но, это вот первый такой момент, первый момент, ну, как у компании есть слайд факты гордости, да, так я хотел бы про нашу команду продвижения и про нас, Ирина, такие вот факты гордости сказать. И второй момент, еще более трогательный, это награда Тамилы Полежаевой. Как вы знаете, Тамила Полежаева это лидер номер один в Арифлейме, и после ее ухода из жизни была такая учреждена награда, которая отдается только самым выдающимся лидерам, которые сделали какие-то успехи именно в командной работе, именно в, знаете как, сделали что-то хорошее. Не просто заработали себе бабла и стали богатыми, а которые сделали что-то хорошее для сотен людей. Но это награда двойная, да, она состоит из двух вот таких вот кубков, вот голубенькие на фотографии, снизу, слева вы видите, хрустальный такой. Это награда двойная и чтобы ее получить нужно, чтобы был лидер и нужно, чтобы была страна, растущая страна, которая показывает рост. Так вот, компания Reflame от России номинировала нас, Антона и Ирина Долженко, номинанты вот на правой фотографии вы видите, на эту премию, да, то есть, знаете, что такое номинанты, когда это люди, из которых выбирают кому дать. Но, если с лидерами все в порядке, и мы показываем рост, и наша система показывает рост, и под нами уже растут лидеры, которые уже настолько сильные, что уже, в принципе, мы у них начинаем учиться, понимаете, и вот это именно оценка нашей системы, работоспособности нашей системы, так вот, с лидерами все в порядке, да, а вот со страной не очень, потому что Россия в этом году не показала хороший рост и активное развитие. Мы с вами в нашей команде продвижения привыкли видеть растущие уровни, привыкли в конце каталога в чатах читать поздравления, от которых зашкаливает, да, и мы на эмоциях сидим и ждем, когда же кто-нибудь еще, знаете, даже не важно там в чьей команде, мы просто сидим и смотрим, а вот директор, ура, а вот золотой, ура, а вот открылся, а вот закрылся. Мы привыкли к этому в команде в нашей, но на самом деле во всей России дела не так хорошо идут, поэтому вам повезло собственно с выбором команды. Ребят, и вот эта вот награда ушла в Индию, ушла в Индию, не, знаете, не осмелюсь повторить фамилии лидеров, которые получили эту награду, вот, но собственно индусы. Это абсолютно никаким образом на наше настроение не повлияло, потому что одна сама номинация для нас это очень дорогого стоит. Да, то есть из сотен, просто сотен тысяч лидеров в Арифлейм в СНГ выбрали нас с Ириной для того, чтобы посоревноваться за эту награду. Это очень круто, это очень круто, ребят. Я вот разблокирую чат, чтобы сказать вам спасибо, потому что это ваша командная работа, потому что весь результат это результат не одного человека, это результат работы команды. Поэтому лидеры команды продвижения вы молодцы, это огромная честь и ваша тоже. Просто консультанты команды продвижения, вы тоже молодцы, наши лидерские результаты складываются из ваших. И огромное вам спасибо, что вы доверили свое бизнес-будущее именно нашей команде. Вот, ну, собственно, вот такие вот события, которые меня очень зацепили. Еще очень много всего есть. Как мы плавали на шхуне за жемчужинами, как мы открывали эти раковины и достали жемчужинки, настоящие фотографии там есть у нас на фейсбуке, вконтакте, как мы купались, как мы ходили в феррари-парк, как мы участвовали в самом быстром аттракционе, когда за три или четыре секунды горочка, на которой тележка, на которой ты сидишь, разгоняется до 240 километров в час. Всего этого много, но всего это не расскажешь. а хотел бы рассказать про самые ценные жемчужинки, которые у нас есть, или бриллиантики, наверное, даже лучше. Это наша бриллиантовая команда. Я хочу сказать, что огромное количество людей приезжает на конференцию, приезжает на конференцию в одиночку. Меня, если честно, распирает гордость от того, что мы в команде на золотую конференцию ездим просто толпой. Я даже всех, если честно, даже по именам запомнить не могу. И самое главное, что мы сейчас и на бриллиантовые конференции ездим толпой. Да, то есть вот это вот команда бриллиантов наших, бриллиантовая команда, которые путешествуют с нами вместе по конференциям Крафт, наш спонсор. Только вот господа Шапира еще осталось немножечко, они закроются и тоже начнут путешествовать. А вот предыдущие конференции мы посещали с Артемом Юлей Гифнидер, Лев и Галина Долженко, Аленой Иван Родионовой. Уже напутешествовались так сказать в бриллиантовой команде. Вот, ребят, вот это наша самая большая ценность. Я хочу сказать, что специально вот так вот фотографии разместил как сказать рыхло, да, они не заполняют весь слайд. И есть пустые места. Друзья, пустые места эти для вас. Я очень хотел бы, чтобы там оказались ваши фотографии. вот здесь сейчас 753 человека. Ё-моё, если бы вот сейчас сюда 753 бриллианта добавить, вот это было бы, вот это было бы нечто. ну что, друзья, да, да, это была бы матерая тусовка. Я передаю слово, я передаю слово нашим бриллиантам, которые добавят, добавят колорита продвижения. Ребята, вам желаю, вам желаю никогда не сдаваться, не слушать негативщиков. Их будет много, вы будете везде их видеть. Вы придете домой, и вам кто-нибудь скажет, ааа, ты все, кто ввязался. Вы зайдете на вебинар, и обязательно найдется человек, который скажет, да ну, это все фигня, вы мало зарабатываете. Вы там ребенка, голос ребенка включили, чтобы завербовать молодых мамочек. вы выйдете на улицу, на работу, и обязательно найдется негативщик, который скажет, да ну, это фигня, все. Понимаете, ребят, всегда найдутся эти люди, а вы себя можете повести, либо как успешный человек, либо как неудачник. Неудачник всегда присоединится к этим негативщикам. Скажет, да, и вправду, что-то меня обманули, не буду этим заниматься. Да, правда, мир такой сложный, лучше на работу устроиться. Это неудачники. Они всегда окружают успешных людей. Билл Гейтс, когда создавал Майкрософт, его окружало сотня неудачников, которые каждый день говорили ему, что не получится. Стив Джобс был окружен неудачниками, которые говорили, у тебя ничего не выйдет, ты занимаешься фигней. Сейчас посмотрите на капитализацию Эппл и Майкрософт. Понимаете? А вы можете поступить как успешный человек, это второй вариант. И не позволить никому трогать грязными руками вашу мечту. Все, ребятушки, передаю слово нашим бриллиантам. Сейчас вы услышите еще отчеты по конференции в Абу-Даби. Я с вами прощаюсь, желаю вам успеха, вы большие молодцы, надеюсь на ваше скорейшее вхождение в бриллиантовую команду. Всем привет! Давайте проверим. поделюсь своими эмоциями от поездки от поездки в Абу-Даби. Для нас это уже была с Юлей. Вторая бриллиантовая конференция, первая была в Сингапуре, в отеле Marina Bay. Там были свои ощущения, здесь были абсолютно другие ощущения, но тоже не менее интересные. Знаете, хотелось бы поделиться немного эмоциями о стране, пониманием, видением и так далее. Насколько мне известно, в Абу-Даби и вообще в Арабских Эмиратах ни один гражданин этого государства не работает. Как нам сказали, мужчины занимаются соколиной охотой, а женщины занимаются собой. Очень интересно наблюдать за ребятами, которые там живут, они на самом деле не работают. Они на самом деле просто живут. Работают у них рабы, которые приезжают туда на заработки. Но с одной стороны вроде бы здорово, интересно не работать, с другой стороны понимаешь, что большинство людей живут просто в зоне комфорта и ничего не хотят, потому что получают от государства очень много и от бизнеса очень много и просто живут, ездят на всяких доджах, на сам вот что не мерседес встретишь так вот у нас допустим ездят трехсотые и так далее, у них шестьдесят третий, все мерседесы практически шестьдесят третий, это самая дорогая комплектация у мерседеса, которая вообще возможно у нас в России их единица, а у них это повсюду, да, очень много спорткаров, очень много всего такого элитного, ну и как бы интересно наблюдать за ними у них не принято пешком ходить абсолютно абсолютно не принято пешком ходить мы там гуляли мы привыкли ходить много ходить у них люди смотрят на нас так в шоке оборачиваются из машин смотрят толпа такая идет куда-нибудь для них это удивительно на самом деле они везде передвигаются на автомобилях причем интересно так что у них бензин 40 лет как мне повышается цена на бензин 40 лет стабильно одна и та же цена на бензин ну и соответственно поэтому они наверное не ходят пешком хотя все предусмотрено вот поделюсь эмоциями с немножко да сфера и парка стояли в очереди значит на этот аттракцион формула роса не помню но что-то около доллара совсем очень маленькая цена или пол доллара или но для них это совсем копейки на самом деле совсем копейки ты родил ребенка 50 тысяч долларов ежемесячно будут платить государство второго родила еще 50 тысяч долларов поэтому там цены на бензин их совсем наверное не волнует поэтому пошли в феррари парк стоим в очереди на этот аттракцион формула роса который разгоняется за 4 секунды до 240 км в час пока стояли в очереди с Юлей я говорю Юль надо обязательно в первой кабинке прокатиться которая вот перед тобой чтобы вообще никто не сидел простояли ну долго в очереди большая очередь аттракцион сам едет буквально минуту ну и значит пока стоим я рассуждаю говорю Юль ну сейчас первый раз прокатимся вы идите дальше катайтесь на детских аттракционах а я здесь еще пару раз прокачусь и догоню вас сели значит в первую кабинку и после того как она стартанула хотелось просто заорать и сказать со словами остановите я выйду и продолжайте без меня в общем вытрясла из меня душу весь всю душу этот аттракцион я вышел у меня руки трясутся голос хрипит орал я никогда так в жизни не орал ну и к концу аттракционно я однозначно принял для себя решение что больше я таких экспериментов ставить не буду над своим организмом и больше не поеду на таких американских горах может быть на других но на этих точно не поеду больше вот потом значит мы были там на приветственной вечеринке представьте компания откупила так что-то я реально установ компания откупила для нас на один вечер феррари парк это самый большой парк крытый парк в мире компания откупила его на весь вечер все вот кто обслуживал это мероприятие были в шоке там очень много русских живет ну в смысле вот рабов которые там работают и они все задавали вопрос это что такое что за мероприятие Арифлейм что вы такого сделали что вас вот так вот в безалкогольной стране то есть реально в этой стране мораторий на алкоголь его можно купить только в duty free и только в отелях все больше нигде в магазинах вообще алкоголь не продают никакой вот и компания естественно я не знаю откуда они столько алкоголя привезли и еды ну в общем осталось всего в избытке кто не успел съесть и выпить с собой уносил в сумках чтобы никому не досталось шучу вот в общем провели время весело давайте расскажу одной инициативе которую компания запустила да и о которой компания рассказала поделюсь и следующая золотая конференция не которая сейчас будет да этим летом а через год юбилейная золотая конференция по-моему вся Россия и не только Россия все СНГ просила компанию повторить конференцию в круизе у нас два года назад была конференция в круизе на лайнере или год назад я уже запутался наверное год назад была конференция на лайнере и вот хотел поделиться показать фотографии этого мы с супругой ожидаем в Испании посадку на этот лайнер для нас для нас это было наверное не передать словами тех эмоций когда ты едешь на лайнере вот знаете у меня уже путешествие опыт большой и и очень часто мы сталкиваемся с людьми которые не в нашем бизнесе тоже вместе с нами путешествуют с кем бы я ни разговаривал 99% людей на лайнере вообще не бывали вообще не бывали ни разу так вот и когда я начинаю рассказывать всем людям про тот лайнер на котором мы были у всех людей открываются глаза влазят из орбиты все начинают мечтать побывать на таком же лайнере этот лайнер был 4 звезды на верхней палубе бассейны спа джакузи ну в общем тренажерный зал вольф скалолазание серфинг в общем чего там только нету вот проще назвать чего нету все остальное там есть на этом лайнере это вообще было самое наверное одно из самых незабываемых путешествий вот обратите внимание как это все выглядит с верхней палубы там все для детей сделано там куча бассейнов и теплые и холодные и всякие разные и мороженое и все что возможно конференция длилась 8 дней на этом лайнере он заплывал в 6 городов по Европе мы плыли Испания Франция Италия вот и побывали в каждом городе в которых он останавливался ну в общем ребят настоятельно рекомендую захотеть и побывать на таком лайнере и тут компания Replay объявляет ну вот это наша команда на лайнере в одном из ресторанов их там 20 с лишним ресторанов в общем очень много и все бесплатно все все включено то есть куда хочешь туда идешь ну вот сколько хочешь ешь сколько ну все 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 вообще все абсолютно оплачено вот и очень многие лидеры после этой поездки на 4-звездочном лайнере очень сильно просили повторить подобное и обещали что расскажут всем людям насколько это круто на этом лайнере этот лайнер вмещался опять полный тысяч человек из них три тысячи было наших и половина людей были ну иностранцы и они так удивлялись когда у нас проходит мероприятие казалось бы там должен в театре какое-то выступление будет а тут мероприятие Арифлейм капитан лайнера выступает и говорит вау Арифлейм это круто все европейцы которые сидят и ждут театра или там или до какого-то представления все в шоке причем тут капитан причем тут Арифлейм ну в общем такой разрыв был стереотипов у многих тех кто путешествовал с нами на лайнере не из Арифлейма и тут компания на этой конференции в Абу-Даби объявляет о поездке в 2017 году провожая конференция которая будет ну это вот мы в одном из джакузи с пацанами как это смеемся это не мое Арифлейм да вот тогда было очень много фантастических роликов записано как раз с лайнера да когда мы были в Монте-Карло и тут компания объявляет что следующая золотая конференция юбилейная золотая конференция будет проходить на двух лайнерах шестизвездочных и полностью заполненными лидерами компании Арифлейм ребят я даже вот я не знаю как это все комментировать как это все будет выглядеть как будут люди удивлены когда будет два лайнера шестизвездочных приплывать к одному порту в один момент и разгружаться лидерами Арифлейм это просто вот крышу будет срывать вообще да есть шестизвездочные лайнеры это одни из самых крутейших лайнеров поэтому ребят вот следующая золотая конференция 2017 года будет просто взрыв мозга причем мозга у всех и у лидеров Арифлейм которые поплывут на этом лайнере и у людей которые будут обслуживать этот лайнер и в тех городах в которых мы будем останавливаться и островах просто у всех будет шок я помню историю как в Валенсии у нас был салют на гала ужине а люди валенсийцы стояли на мосту и все это детство фотографировали и снимали на камеру потому что у них таких мероприятий никогда не проводилось и оказалось у кого-то из команды зарегистрировался человек который стоял на том мосту и фотографировал это мероприятие именно в тот момент поэтому ребят туда обязательно нужно попасть знаете хотелось немножко сказать про то как попасть вот многие сейчас в комнате сидят и многие наверняка уверены что ой я наверное не смогу ой наверное у меня не получится ой это наверное сложно ой у меня там нога болит или язык болит или я не уверен в себе ну или что-нибудь подобное знаете ребят вот как раз тот лайнер на который мы тогда квалифицировались мы не верили что у нас получится ну потому что там были определенные условия у нас немножко другие нежели чем у новичков для квалификации нам нужно было сделать немножко больше нежели новичкам и знаете очень сильно тогда захотелось в этот лайнер но где-то наверное уверенности не было до конца да но начав делать большое количество действий у нас это получилось не просто вот впритык да а с огромным запасом мы туда квалифицировались знаете могу сказать однозначно что будут сотни сотни людей которые сейчас новички на этом вебинаре вот вот прям совсем они даже еще не зарегистрированы и они узнав эту новость сделают однозначно и поедут тут реально вот просто задумайтесь хотя бы на секунду всего две директорские группы всего две это не 12 это две директорские группы мы сейчас на конференции были и увидели девочку с Китая ну там буквально девочка на самом деле там вышло 45 килограмм живого веса лет 25 ну максимум 27 она за год за год сделала 12 директорских групп 12 директорских групп за год очень много было людей на этой конференции которые сделали два новых звания три новых званий четыре новых званий пять новых званий и восемь новых званий это говорит о чем это говорит о том что таких людей очень очень поэтому друзья берем себя как говорится в руки берем двоих своих друзей или родственников объясняем насколько им важен этот бизнес и что он им может принести какой доход и помогаем им стать директорами и эта поездка у вас в кармане до начала квалификации еще практически целый год у вас времени в запасе огромное количество поэтому сегодня прямо сегодня после вебинара берем листочек ручку и начинаем чертить себе план сколько регистраций в день мне нужно делать сколько встреч мне нужно провести завтра послезавтра после послезавтра чтобы найти этих двух человек и помочь им стать директорами все очень достаточно просто друзья и вот вот скоро уже началась и идет полным ходом квалификация во Флориду в Майами мы уже ее проходим у вас еще большое количество времени чтобы туда квалифицироваться и поехать всего надо 6 директорских групп все друзья всем пока пока сегодня обязательно всем план написать спасибо спасибо Нет? Сейчас, секундочку. А, слышно? Вы пишите, что не слышно. Погромче. Давайте вот так, как звук. Получше, да, слышно? Все отлично. Меня зовут Алена Родионова, если кто-то меня не знает. И новости у меня сдвинулись с Бирлянтовой конференции. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть расскажу и завершим сегодняшний вебинар. Я думаю, вам сегодня понравилось, зарядились и уже поставили какие-то более высокие цели для себя. Ну, первая фотография – это мы с Иваном в зале в отеле Emirate Palace, про которого мы сегодня очень много говорили. И меня очень радует в Арифлейм, вот, девчонки, к вам обращаюсь, те, кто мечтают ощущать себя в роли принцессы, в роли королевы, вы попали в правильное место. Потому что, потому что нигде в другой сфере, вот, ну, я не знаю, где бы еще я могла себе позволить одеть такое платье. Куда, да, ну, может быть, на свадьбу, да, кому-то на свадьбу, но это так редко происходит. В Арифлейм же это можно делать минимум два раза в год, а то и больше. Самые классные платья и самые классные места. Следующий слайдик у меня немножко про то, что мы там видели. Да, парк Феррари, я думаю, про это тоже очень много уже сказали, гала-ужин наш. Погодка была, я думала, что у нас будет пляжный отдых в этот раз, но получилось так, что было не так жарко. Я мерзляк очень сильный, поэтому купаться мне не удалось, но зато я так насладилась отдыхом в Эмиратах. Здесь бы я хотела обратить внимание на то, что я эту фотографию даже подписывала в Инстаграм, левый нижний угол, где я, Ольга Кипис и Ирина Долженко. Я ее называла так, что женщины в Арифлейм, их сразу видно. То есть для меня показатель всегда те женщины, которые 10, 15, 20 лет с косметикой, с кремами Арифлейм, как они выглядят, потому что в 20, 25, 30 лет, возможно, не видно еще. Когда за 30, да, уже проявляются внешние изменения, видно, да, как женщина ухаживала, не ухаживала за собой. И вот на конференциях вы увидите, что отличительная черта, очень много женщин, которые собираются, да, и рядом вы их видите, которые выглядят очень-очень хорошо. Да, даже в топовой встрече еще до этого была, да, мы обсуждали с девчонками этот момент, что очень многие приходят, вот те, кто особенно после оффлайн-живых встреч, да, когда приглашают в бизнес, и женщина сидит, проводит презентацию директора, и топ-лидер ей там 40-45, а по внешнему виду намного моложе, да, и человек потом регистрируется, присоединяется именно потому, что внешние признаки, да, его очень-очень занимаются. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, вот девушка с закрытым лицом, не знаю, не знаю, какая страна, да, очень клево, что мы такие разные, да, но мы едины, потому что Reflame объединяет. Читаю ваш чат и так и не могу понять, слышно ли мне. Короче, дальше пойдем. Ирина с Антоном Долженко выступали на конференции, нам очень приятно, что наши спонсоры являлись одними из спикеров, потому что были спикеры из разных стран, а нашу страну представляли Ирина Антон-Долженко по системе работы, то есть делились опытом. И на фотографии справа скрин, да, нашего обучения команды, мои команды, команда Нади Санниковой засветилась на конференции в Абу-Даби. Ребяточки, поздравляем вас. Про что сегодня я хочу рассказать, да, новость с конференции, многие уже знают, но еще раз, да, и для тех, кто не в курсе, на конференцию менеджеров. Есть второй шанс в этом году, которая будет в августе, дается второй шанс. Новички сегодня, те, кто новички сегодня у вас приходят, они могут принять участие и уже поехать с вами. Я думаю, это замечательная цель, поставить для себя задачу, цель, да, поставить цель для себя, чтобы поехать на конференцию не только самому, но и со своей командой. Ребят, поделитесь в чате, пожалуйста, кто уже квалифицировался на конференцию менеджеров. Не могу сказать, где она будет, потому что первоначально Турция была, а сейчас, ну, в связи с политическими событиями будет другая страна. Буквально через недельку мы узнаем, куда полетим. Очень радостно, что очень много человек с нашей команды будет участвовать в менеджерской конференции за границей. На прошлую конференцию в Египет у нас с Иваном квалифицировалось 30 человек. На эту, ну, я даже не представляю, вот скоро будем собирать отчет, да, в предварительные итоги чат создадим, кто квалифицируется. На это нет, Юрий, не Испания, это утку пустили, да, это не это будет страна, это для других стран будет Испания. Для России будет страна другая. Не кидайте по чатам, не дезинформируйте по соцсетям, тоже не кидайте эту информацию. Вот, и не Сочи. Да, будет что-то другое. Смотрите, до 6-го каталога возможность включить новых партнеров. Для тех, кто уже квалифицировался, это возможность заработать вторую путевку для спутника. И для директоров, конечно же, поехать на конференцию вместе со своими менеджерами. Немножко поподробнее посмотрим условия, да. Условия для менеджеров. Два новых уровня по сравнению с самым высоким достижением в истории. До первого каталога включительно. Второй пункт. Повторить достижения первого-третьего каталога с каталогом номер 8, да, включительно. 2-6 рекрутов и 20-60 рекрутов суммарно. То есть поподробнее сейчас немножко посмотрим. На следующем слайде. То есть если вы были на начальном уровне, смотрите, да, свое условие. Кто по итогам до первого каталога, да, максимальный уровень, который у вас был. Что вам нужно сделать, да, допустим, возьмем 12. Вы были менеджером 12%, делаете 18% и количество раз с каталога 8-го включительно. То есть два раза нужно удержать этот уровень, естественно, с отрывом от нижестоящих групп. Каждый каталог 3 квалифицированных рекрута по группе, да, по всей глубине. И суммарно не менее 30 квалифицированных рекрутов, да. То человек, который приходит и делает минимум 100 баллов. И в каталоге номер 8-м минимальный ваш уровень. То есть если что-то более подробнее, более индивидуальное, я думаю, вы зададите вопрос своему, вышестоящему директору в личку, да, у кого какая ситуация, потому что, ну, сейчас невозможно, я думаю, все обговорить, да, все условия. Соответственно, если что-то кому-то непонятно, лучше уточните. Пойдем дальше. Вторую путевку. Что нужно сделать, если вы уже квалифицировались? Обязательно. Я считаю, что нужно ее получить, чтобы взять близкого человека с собой, да, или бизнес-партнера. То есть квалифицированный период точно так же со второго по восьмой каталог, максимальный уровень, да, 15-й старший менеджер. Выполните условия квалификации второй волны. То есть лично, да, сам, если буду там на пятнашке, да, стать старшим менеджером и так далее. Выйти на уровень директора, выполнить остальные условия квалификации. И директоры выше – это квалификация одного менеджера персональной группы. Соответственно, получишь вторую путевку бесплатно. Ну и для директоров остается точно так же. Два и более менеджеров персональной группы, которые квалифицируются на конференцию, да, вы отправитесь вместе с ними. Так, читаю чат, да, что вы пишете. Можно взять хоть кого. Да, вторую. То есть если вы едете самостоятельно, вы берете хоть кого. Ну, хоть кого, я думаю, смысла нет брать, да, нужно брать тех, кто... На кого повлияет эта поездка, кто смотивируется расти дальше, да, или присоединиться к бизнесу. Ну, еще к бизнесу именно, да, если человек, там, потребителем был, ну, родственник, например. Друга можно, конечно, можно. И последний у меня слайд такой, да, до встречи во Флориде, и он означает не то, что, да, не только встретимся во Флориде, он означает то, что встретимся на конференциях, на всех последующих. Конечно же, Флорида – это такая следующая крупная цель для тех, кто находится сейчас в звании золотой, старший золотой директор, да, до пятого каталога открыть, шесть групп, открыть звание бриллианта, чтобы поехать в США. Но для тех, кто уже, ну, в принципе, кто новичок сегодня, до пятого каталога нереально открыть звание бриллиантового директора, да, я говорю для вас, что мы встретимся на конференциях дальше. Потому что Флорида, США – это, конечно, круто, но дальше ожидает еще очень много клевых-клевых поездок, поэтому есть смысл шевелиться. Сегодня, наверное, вебинар такой больше был для тех людей, которые путешествуют. Но если вы сами не вдохновляетесь путешествиями, поверьте, если вы будете про это рассказывать во всех своих презентациях бизнеса, да, если вы будете показывать картинки, видюшки, ютубы и так далее, да, тех людей, которые путешествуют с реплеем бесплатно, поверьте, у вас команда будет расти в два раза быстрее, потому что любители путешествуют, напишите, ребят, в чате, кто любит путешествовать. Их очень-очень-очень много, да, как, по-моему, Катя с Виталией Косициной начала смотреть записи уже их семинар, говорят, когда дочку свозили в Кейптаун, и она пришла на урок географии, где все дети видели этот город только на картинках и по рассказам учителя, и она начала там отвечать на вопросы, да, и заработала три пятерки, потому что она была в этом городе, так как родители работают в Арифлейм, развивают бизнес. Ну, конечно же, это круто, да, ребенка свозить, детей свозить, посмотреть вживую, а не просто на картинках. Это на самом деле круто. И вот я заметила, у меня есть такой пример в команде, тот человек, который говорит, меня путешествия не мотивируют. Один уже из наших топ-лидеров, я думаю, блин, ну, как-то вообще не по мне, потому что я не понимаю тех людей, которые не ставят себе цели, планы, путешествия. И когда первый раз этот лидер съездил за границу, и когда после этого он расписал все свои планы и с горящими глазами хочет путешествовать и путешествует, путешествует, я поняла, что стоит только начать, потому что человек говорит, ой, я там не люблю ездить, потому что он нигде не был. И ему не с чем, может быть, сравнивать, да. А если раз ты это все попробовал, я вот, допустим, сейчас три месяца проходит, если я никуда не летаю, не езжу, все, у меня как ломка начинается, мне куда-то надо прям вот что-то новое посмотреть, потому что дома в своем городе дольше трех месяцев находиться я не могу, честно. Да, денежки заработать, конечно же, компания первая, это деньги дает, да, второе, время для путешествий, путешествия с семьей, и третье, путешествовать за деньги могут все, в принципе, да, ну, в любой сфере человек, если заработать, может путешествовать, а ты попробуй путешествовать бесплатно, а бесплатно путешествовать модно, и дает бесплатно эта компания, наша любимая компания. Давайте прощаться, я очень-очень сильно хочу со всеми вами встречаться на конференциях, это настолько круто, настолько позитивно, ну, просто нереально. Вот я сегодня рассказываю и понимаю, что вот я когда была маленькой сама, меня вот, кстати, круизом меня так зарядил, мы новичками были, оставалось там совсем чуть-чуть, чтобы проехать в круиз, меня реально мотивировало, я не знаю, больше, чем деньги эта поездка, ну, собственно, первый круиз, мы поехали, и сейчас будет второй круиз, я понимаю, как это будет круто, да, поэтому я с вами прям очень-очень хочу не выразить эмоциями всеми, не рассказать, как это бывает, нужно быть там. Мечтайте, ставьте цели, и самое главное, чтобы ваши мечты так и не остались мечтами, потому что самое страшное, что может случиться с мечтой, мечта останется мечтой. Пусть все ваши мечты осуществляются, чтобы вы были у нас спикерами на вебинарах, чтобы вы светили своим командам, вашим партнерам, новоприходящим, да, и путешествовали вместе с вашими командами. Всего всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok